Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аль-Хамду лиллах. Вассалату вассаламу аля Расулиллах. Ва аля алихи асхаби ажмайин амма ба'ад. Продолжим грамматический разбор суры Ат-Такатр. Страсть к приумножению. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Мы остановились на айте. Калла сауфата аламуна. Сумма калла сауфата аламуна. Но нет, скоро вы узнаете. Ещё раз нет, скоро вы узнаете. Калла это харф. Этот харф мы уже разбирали раньше. Калла это харф ратан ва зажр. Частица удержания или сдерживания. Мабнив аля сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Сауфа это харф устигбалин. Частица будущего времени. Мабнив аля лфатхи с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Тааламуна это фиалун мударин. Глагол настоящее будущего времени. Марфуан поставлен в состояние раф в изъявительное наклонение. Почему ли таджар рудихи мина насуби вальджазм? Так как он свободен от амилу, от факторов насуба и джазма. Вааламату рафа и признак состояния раф в этом глаголе. Субут ннуни ньябатан анеддомбати. Наличие букв нун. Качество замены огласовки дома. Вальвава авав это дамир мудтасану. Слитное местомение. Мабнив аля сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Фи махалли рафа на месте падежа рафа. Именительного падежа. Фаэль и фаэль. Фаэль. Действующее лицо данного глагола. Вальфиулю маа фаэльиха. Глагол тааламуна. Вместе со своим фаэлем. Жумлатун фаэлиятун. Глагольное предложение. Истина фиятун. Возобновленное новое предложение. Ла махалля ла хаминал и араби не имеет места в падеже. Сумма это харфа адфин. Союзная частица союз. Мабнив аля ла фатхи. С неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Калла сауфа тааламуна. Мы уже разобрали. Поэтому скажем лишь то. Второе предложение соединено с предыдущим предложением. Аль жумлата санит маа туфатун аля лжумлата ла ула. Поэтому так же как и оно не будет иметь места в падеже. Ла махалля ла хаминал и араби. Перейдем к следующему аету. Калла ла тааламуна альмал якин. Нет же, если бы узнали знанием убежденности. Харф калла мы уже чуть раньше разобрали. Ла это как приводит в книга по синтаксису. По синтаксису наху. Харф мтинал лимтинал. То есть частицы указывающие на отсутствие из-за отсутствия. Аль харф мтинал джаваби лимтинал шарты. То есть указывающие на отсутствие ответного действия. Отсутствие следствия по причине отсутствия условия. То есть на то, что действие, на которое указывает предложение, являющееся ответом, не осуществится. Из-за неосуществления действия, на которое указывает условное предложение. Например. Ла фаалта ма акул ла наджахта. «Если бы ты сделал то, что я говорю, ты бы достиг успеха». Здесь предложение указывает на «адамин наджах» или «адамин фаалил макуль». То есть на отсутствие успеха из-за невыполнения действия в соответствии со сказанным. Другой пример. «Если бы ты повторял, если бы ты учил, ты бы прошел экзамен», например. То есть получается в результате «Анта ламта дакир фа ламтанжа». «Ты не повторял, не заучил, поэтому не прошел экзамен» или «не достиг успеха». Значит, частицы «ло» здесь указывают на отсутствие успеха, на который указывают ответные предложения, из-за отсутствия повторения или заучивания, то есть усердия, на которые указывают условные предложения. Конечно, частицы «ло» приходят и в других значениях, которые мы не будем сейчас затрагивать. «Татья лов ли маанин ухра». Значит, «ло» — это «харф ущертен», условные частицы, указывающие на условия. А если есть условия, то должно быть и ответное предложение, его следствие, которое указывает на действие, являющееся ответом или следствием для предыдущего действия, являющегося условием. Значит, «харф ущертен, ойру, джазмин» — условные частицы, которые не относятся к тем частицам, которые ставят глагол в состояние джазма, в усеченное состояние. Так говорят, так как обычно, если речь заходит об условной частице, то сразу на ум приходят частицы джазма «ин» и подобные ей. «Ин» — это «харф ущертен», которая ставит два глагола в состояние джазма, в усеченное состояние. И указывает на условия его ответное действие. Однако, «лоу» отличается от условных частиц, наподобие «ин» тем, что она не ставит в состояние джазма, в усеченное состояние. Значит, «лоу» мобниву аля сукуни с неизменяемым окончательным сукуном на конце. Остановимся на этом, продолжим, ища Аллах, на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok